Приветствую вас, уважаемые друзья, это канал Slavad United, меня зовут Эмиль, и, как вы видите, я наконец-то установил Football Manager 2014. Была недавняя распродажа в Steam, ну и этим было грех не воспользоваться. Начало февраля, время того, чего вы так долго ждали, это возобновление Бубнов Менеджера, второго сезона Бубнов Менеджера. Ну и, наверное, я думаю, что, по крайней мере, вы хотели бы как можно скорее, чтобы это произошло. Я, вы видите, только установил игру, только-только осваиваюсь, и, в общем-то, несмотря на то, что Football Manager 2014, по идее, не сильно отличается от прошлой части, ну, все-таки кое-какие непривычные аспекты есть, и пока я с ними еще разбираюсь, прежде чем пустить в дело дядю Сашу, я сам хочу прощупать почву, сыграем вот товарищеский матч за Манчестера против Металиста. Ну, согласитесь, так неплохо было бы начать управлять сильной командой, чтобы потом уже, поняв, что к чему, включить в дело более слабо. Ну, я думаю, что вы понимаете, что Бубнов возглавит не какую-нибудь там команду, а сборную России. А сборная России и Манчестер Юнайтед величины несопоставимые, к сожалению, поэтому мы потренируемся с сильной командой, а потом уже посмотрим, как будут обстоять дела у нас. Так, ну, Металист, кстати говоря, тоже не очень слабая команда, а мы перейдем к предматчевому анализу, посмотрим, как здесь и что. Так, у нас ключевой игрок Дэнни Уэлбек, ребята, Дэнни Уэлбек. Ну да, я поставил не самый такой мощный состав. Так, с кем посоветуемся? С МакГиннесом, наверное. Ой, МакГиннес никого не знает. Раунд, да, пусть Раунд нам советует. Пусть игроки выйдут на поле и заявят о себе. Ну, я скажу, что главное набрать хорошую игру. Смотрите, все не мотивированы абсолютно. Смотрите, вот так Раунд и поговорить не сможет. Настрой. Ну, здесь, в принципе, то же самое. Держивающий защитник, контратакующий стандарт, контроль мяча, инструкции. Здесь они именно вот так вот разделены. Я думаю, что в Футбол Менеджер 14 уже играли почти все, кроме меня. Так что все понятно. Ну, мы будем держать мяч. Здесь удобно отображается. То есть мы выделили держать мяч и уже видим несовместимые с этим приемы. Короткий пас. По-бесковски. Я по-другому не умею играть. Так, надавить на соперника. Не бросаться. Так, 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 так. Стать включением. Играть широко, узко. Тего бы грыж. Так. Ну, ладно. Пока вот так. Пока вот так. Начнем матч. Я расстроил большинство игроков своими требованиями. Это тоже немножко непривычно смотреть на опасные моменты. Настройки во время показа опасных моментов. Вот так и между опасными моментами. Камера режиссерская. Опасные моменты расширены. Ну, тут расширены. Что происходит. Мне нравится, как диспомили, пишутся шрифты. Может быть, все можно так-то увеличить. Если знаете, если какой-то совет есть, пишите мне, пожалуйста, вконтакте личным сообщением. Я обязательно почитаю. И примут сведения. Ну, пока что Эшли Янг у нас здесь показывает чудеса обводки. Входит штрафной Эшли Янг. Ну, давай, Эшли. Расстрел на Уэлбек. Ну, куда? Так, вот здесь все, в принципе, осталось так же, как и раньше было. Все у нас самодовольные, не заинтересованные. Считают меня физруком и вообще не слышали. Я-то, Боису, вообще не дал поработать ни дня. Ну, вот у нас Антонио Валенция едва не прорвался. Но мастерства игроков-виталистов хватило, чтобы этого не случилось. Ну, вот заодно сейчас определимся, давайте, с комфортной скоростью для просмотра. Если вас не скорость устраивает, то включите. Ну, еще такое вот предложение. Пока ничего интересного не происходит. Я давно думаю о том, чтобы создать группу ВКонтакте, чтобы, ну, и нам было как-то удобнее общаться и проводить разного рода напросы и прочие интересные мероприятия, чтобы именно с вами советоваться, чтобы ВКонтакте с аудиторией был более, так скажем, плохо. Ну, если вы считаете, что группа ВКонтакте определенно нужна, пишите в комментариях об этом. Между тем, едва-едва матчи с Рюляетет не пропускает. Да, пока играем Машинкулоу, очень, даже куча, чем Приморис. Но это ничего, это ничего. Это предсезонный матч, в порядке все так должно быть, наверное. Фабио борется на кланге, проигрывает эту борьбу. Да, пока что мы полностью уступаем соперникам. Чувствуется, конечно, огромное изменение в плане, не только движка, да, но и в плане игры. Говорят, что крайние защитники вообще совершенно, постоянно низкие оценки получают. Меня, по честному, это разочаровывает. Сейчас пропустили, бло, да, видите, как. Видите, крайние защитники. И вот Видич, уже чем занимался Видич? Не прервал передачи. Здесь Ашипси Фабио, конечно же, который как бланк из-за спины выпустил. Ну что ж, команда нарывается на серьезный разговор. Ну, президент Видич, сейчас эта пара защитников-то более чем приличная. А замену-то явно в перерыве придется сделать. Им нескольких лентяев посадить. Уэлбек вперед на Валенсию. Валенсия пошел, обыграл одного. О, подача страху будет? Нет, не будет. Валенсия совсем в промызне не играет. И так, раздавайте, потому что мы короткий пас не будем. Держать мяч будем, а короткий пас не будем. За вас и мяч подержать. Не получается. Фабио совершил много ошибок. Уэлбек покалечился на ровном месте. Ну как так. Еще смотрите. Давайте замену делать. Уэлбек. Вместо Уэлбека Робин Ван Перси. Вместо Фабио, который играет просто паршиво. Пусть выйдет под рис Эвра. Я думаю, что эти ребята себя покажут. Не обратил внимания. Пребывает в глубокой задумчивости. Ну ладно. Очень уж здесь игроки остро воспринимают то, что им тренер говорит, как я понимаю. Прибескова такого не было. Отдали мяч. Давиду Дехея. Поймал. Молодец. И вынес. Пока что нет. Замена Керрик. Получил мяч. Валенция. Валенция пошел. Валенция вот очень такой, знаете, прямой линейный игрок. Вообще самый прямой линейный, наверное, в мире. Он как по рельсам бегает туда-сюда. И толку вообще никакого. По крайней мере в этом матче уж точно. И опять какие-то непонятные передачи. Чего вы этим добиваете? Парни, чего вы добиваете? Вы добиваете мои отставки, что ли? Ну, пусть товарняка мне не выгорит. Выгорит. Воу. Да, никакой мотивации у парней нет. Никакой литерации нет. Ну что, замены произведены? Не знаю. Но думаю, что... Да, пробим вам перса на поле. Сейчас должно попереть уже. Но, знаете, металист нас просто уделывает. Я не знаю, как я сборная России будет управлена. Вернее, да, да. Александр Викторович, что он разберется. Он профессионал. Ну, вот Манчестер и Думайтов разочарован. Совершенно. Не могут, ребята. Не могут. Эвра, ну Эвра, ну Патрис, ты же суперкрутой игрок. Почему ты не смыкать не смеешь? Настоящая игра бы от него. Кстати говоря, буду очень признателен вам, если вы мне скинете ссылки на фейспаки хорошие. Логотипы и так далее. Ну, в общем, все, что поможет сделать игру более привлекательной. Ну, и скины там, может быть, тоже. Хотя меня стандартный скин всегда устраивает. Многие пишут мне в личном случае, скин там не скачать какой-то, какой-то, какой-то. Ну, в общем, таких будет больше предложений. Я обязательно прислушаюсь. И, ну, в общем-то, сделаем, ну, в менеджер 2014 можно интереснее. Леверли играет на Эвра. Эвра обошел. Ну, для меня шрифт самое главное, чтобы он был таким же, как и в 13-м. Потому что здесь совершенно мечтаемый. Иван Перси не забивает. Сто процентный момент. Робин, ну как же так. Уэлбек покалечился, а ты играешь худышем. Уэлбек, так, ну и время, время использовать фен. Агрессивный. Я надеюсь, что я жду от вас лучшей игры во второй половине. В итоге расстроился Робин Ван Перси. Отчего ты расстроился, Робин? Тебе надо сказать страстно. Докажи мне, что заслуживаешь места в команде. Но он все равно выглядел немотивированным. Ладно, ладно. Ментальность у игроков и настроение теперь совсем по-другому все это сделано. Ладно, давайте играть второй тайм. Ну и что мы видим? Мы видим, что наша команда немножко воодушевилась. Кагава отдаёт передачу прекрасную на Янга. Янг уже представил, что он в бассейне был, но потом все-таки одумался и не упал после этого контакта. Да, знаете, даже я отсюда, читая фамилии игроков, я вынужден прищуриваться, так, посматривать. Валенсия, дерево. Ну, видно, что это Валенсия, потому как он бегает прямо и не забивает стопроцентный момент. Ну и, естественно, после того, как я все это дело смонтирую, там будет вид еще хуже. Да, представьте себе, еще хуже. Так, Филлайни и Гиггс выйдут. Филл Джонс, наверное, появится в защите. Вместо Валенсии, Адна Янузай. Не буду я ничего говорить игрокам, они еще сильнее расстроятся, но масштабные замены сделали. Давайте снимать. Ну, фамилию вратаря, например, прочитать я не смогу, если буду смотреть это видео в Ютубе. Там качество еще ухудшится, так что... Надо с этим что-то решать. Если можно как-то заменить этот шрифт, обязательно напишите мне. Гомес, удар, ближний угол! В штангу попал или в перекладину, куда-то в перекрестик. Меняем, меняем, меняем футболистов. Не надеемся на лучшее. Да, пока что наши инструкции не работают. Так. Что мы делали? Давайте используем фланги. Надавим на соперника. И... Ну, что еще мы можем делать? Походите с обороной через пас. Ну, и входите мячом штрафной, я думаю. Ван Перси упал. Ну, Ван Перси может покалечиться при любом тумановении ветра. Об этом стоит помнить. Ну, и пока МЮ вообще на секунду. Тяга Соуза и выход! Ну, ребята, ну как вы так плохо-то играете? Замены произведены, но игроки уже снова расстроились. Враг каким-то образом попал в офсайт. Так, что происходит? Ну, смотрите-ка. Опять, опять вот эти вот передачи у нас просто на постоянной основе проходит. Так, ну давайте, может быть, играть широко. Играть широко. Ну, давайте играть широко. Ну, пока что соперник атакует, а мы абсолютно ничего не можем поделать. Не знаю, почему так. Но я уже чувствую себя Дэвидом Моэсом, который абсолютно ничего поделать не может. Хотя команда-то вроде чемпионская. Один Дэхиаску как потащил уже раз. Так, и пора задуматься о заменах. Видич и Рафаэль выглядят усталыми. Но я думаю, что Сволинга имеет смысл выпустить и Джонни Эванса. Эванс, кстати, в хорошем настроении. Может быть, он как-то нам поможет в сегодняшнем матче. Так, нет, мы еще, знаете, что сделаем? Мы можем выпустить, например, Хавьера Эрнандеса и поставить его нападающим. Мы поставим его чистым форвардом. А Робина Ван Перси скоростной нападающим. Да вы что, издеваетесь? Ну, давайте свободным художником, что ли. Руни поставим в атаку, а Емузаев в поддержку. Гикс автоматически, Филейни, наверное, тоже поддержка, потому что нам сейчас надо атаковать. И настрой, соответственно, атакующий. Ну, не гоже проигрывать. Так, Хавьер Эрнандес, страстный. Я хочу увидеть, это тебе сегодня хорошую игру. Выглядел потерявшим настрой. Прекрасно. С игроками вообще здесь лучше не разговаривать, как я понимаю. Здесь сейчас у нас еще и Евра получится. Отсудишь желтую карточку. Первая желтая карточка в матче. Там замены произведены. Дехея выглядит измотанно. Хорошо себе. Так, ну что? Мы проигрываем центр поля. Ну, удивительно вообще. Мы не только центр поля проигрываем, но вообще все проигрываем. По-моему. И еще. Еще один штрафной филейн сейчас получит. Он нет, не получит. Слава богу. Но это нас, в принципе, не спасет. Штрафной удар. В опасной близости от наших ворот. Утянут время, ребятки. Я измоталиста. Удар. Дехея тащит. Дехея тащит. Все остальные игроки вообще не свой уровень. Демонстрируют. Ну, это товарничок, конечно. Куда ты выбрал? Давид. Зря я тебя упалил. Ну и, в общем-то, новый футбол-менеджер гораздо сложнее. Здесь какая-то своя специфика. Но, увы. Я скажу спокойно. Нужно играть гораздо лучше в более значимых играх. И Смоленко и Уэйн Руни почему-то все равно расстроились. Но я не понимаю, чего расстраивать. Вы сыграли плохо и должны это признавать. Ну, смотрите. По ударам металлист нас превзошел. Здесь мы полностью уступили. Ну, возможно, я пока еще что-то не вкуриваю. Возможно, что вот эта тактика, которую я использую, она... Так, Уэлбек на три недели выбыл. И, так, Джобстон принять. То есть уходит. Я, кстати, который купил Шекири. Шардан Шекири. Шардан, правильно. Ну, вот он нам на фланге поможет. На мату у меня денег не хватило. Ну, вот Шекири поможет. Я думаю, поможет. Как же не поможет? Так. Ну, и вот по поводу тактики. Может быть, такая тактика в этом менеджере, она вообще неприменяема. Ну, и, в общем, посоветуйте мне, какие здесь лучшие тактики. Может быть, может быть, вот так вот, вот так вот играть можно с большим успехом, да, например, по такой расстановке. Может быть, еще как-то. Ну, в общем-то, сейчас, в данный момент, я жду и ваших советов, и ссылок от вас. Надеюсь, что мы вместе сделаем новый Google Earth Manager еще лучше, чем он был, чем был первый сезон. Спасибо за просмотр. Удачи и до свидания.